Морская вода 29 июля этого года принятие морских ванн на всех городских пляжах разрешено без ограничений. Всемирный день борьбы с вирусными гепатитами прошел на прошлой неделе. Традиционно этот день проводится 28 июля с 2010 года. Дата эта была выбрана не случайно. Это день рождения Баруха Блюнберга, Нобелевского лауреата, врача, ученого, который открыл и описал вирус гепатита B. Он же являлся одним из создателей вакцины, первой вакцины против вируса гепатита B. Именно в этот день одесские медики в сотрудничестве с общественными организациями провели акцию возле облгосадминистрации. Акция направлена на то, чтобы объяснить властям Одесской областной администрации, что сегодня нужно не просто закладывать деньги на медицинские препараты для лечения гепатита C, но еще и эти препараты должны быть высокоактивными. Вирусные гепатиты вообще – это группа заболеваний, которая характеризуется повреждением преимущественно печени. Обратите внимание, я не сказала о том, что это повреждение только печени. Это преимущественное повреждение печени. Организаторы акции, волонтеры и медсотрудники разъяснили желающим, что собой представляют вирусные гепатиты, как они передаются, какова сегодня диагностика и лечение, а также последствия заражения. Почему его называют ласковым убийцей? Да, могут быть какие-то проявления клинические, какой-то дискомфорт в области желудочно-кишечного тракта, но быстро проходящий. Или такое, что пациент не сильно обращает на это внимание. Может быть такое, что никаких симптомов тоже не наблюдается. То есть человек является носителем гепатита С, а спустя какой-то промежуток времени, это может быть и 10, и 15 лет, уже он начинает свое коварное действие. Ежегодно в мире от различных форм вирусных гепатитов, от последствий от осложнений вирусных гепатитов погибает более 1 миллиона человек. Ну и по расчетным данным эксперта Всемирной организации здравоохранения, сотни миллионов человек в мире инфицированы одним либо несколькими вирусами гепатитов. Кроме того, в мероприятии участвовали и те люди, которые лично столкнулись с заболеванием. Они поделились своим жизненным опытом. На своем диагнозе я догадывалась давно, лет, наверное, 10 назад, но появилась возможность точно установить этот диагноз. То есть я протестировалась, затем я еще подтвердила это в лаборатории независимой. В общем, диагноз, что у меня гепатит С. Лечение стоит очень много, а диагностика в пределах где-то 2-3 тысяч получается, потому что там нужно проверить. Там 3 или 4 основных нужно дать анализа, которые стоят вот где-то в этих пределах. Пациенты, которые живут с болезнью, советуют тем, кто впервые столкнулся с диагнозом гепатит С. Во-первых, не огорчаться, не опускать руки, потому что есть лечение, есть финансирование. На сегодняшний день его можно вылечить. Намного лучше обстоят дела, чем это было пару лет назад. Ну, а людям, которые еще не знают об этом, обязательно профилактика. Не ждать пока, потому что ударит грим, как кажут, а пойти профилактически провериться обязательно. В ходе акции все желающие могли бесплатно пройти экспресс-тестирование на гепатит С. Всего обследования прошли свыше 120 человек. При этом было выявлено 10 положительных результатов диагностических тестов. А вот одним из методов профилактики вирусных гепатитов является вакцинация. Но, к сожалению, на сегодняшний день вакцины разработаны лишь для вирусов гепатита А и для вируса гепатита Б. Вакцинация детей от гепатита Б включена как обязательная плановая в национальный календарь прививок в Украине. Проводится она трехкратно – в роддоме после рождения ребенка и в детской поликлинике в 1 и 6 месяцев. Отметим, что в июне Одесса получила 13 тысяч доз вакцины для профилактики гепатита Б. Поэтому сегодня все родильные дома и детские поликлиники ею обеспечены в достаточном количестве. Как сообщают в Департаменте охраны здоровья Одесского городского совета, на закупку препаратов инсулина в этом году из городского бюджета выделено 4 миллиона 730 тысяч гривен. Таким образом, пациенты, которые страдают сахарным диабетом и нуждаются в инсулине, бесплатно обеспечиваются препаратами как за счет государственных поставок, так и за счет средств местного бюджета. Отметим, что в Одессе на диспансерном учете состоит свыше 39 тысяч пациентов с сахарным диабетом, в том числе 159 детей. Из них более 6000 человек страдают инсулинозависимым типом.